Уважаемые любители аудиокниг, мы в гостях у стоящей аудиозаписывающей организации CD-ком. Нас принимает Косинников Кирилл, генеральный продюсер организации. Перед тем, как собраться к вам в гости, у нас был в течение месяца вопрос, какие же вопросы они хотели вам задать. Первым вопросом был, как организовалась компания, потому что никакой информации в интернете нет. Не могли бы вы рассказать об этом? Понятно. Собственно, CD-ком, наверное, уже 14 лет присутствуют на рынке цифровых технологий, и ориентация компании была всегда на новые возможности, которые открывают новые форматы, новые оборудования, новые способы передачи информации и так далее. Поэтому, когда появился формат MP3, позволяющий передать больше информации в соответствующем количестве, там, мегабайт и так далее, да, и стало понятно, что, скорее всего, он победит все остальные звуковые форматы и станет новым бутылым форматом, соответственно, Соответственно, все такое было принадлежение для нас в обеих книгах. Потому что, как раз, основная проблема, почему MP3 никогда не развивался у нас, это как бы единственный формат справлял ее сети, вследствие большое количество носителей, которые записываются на гранатах. На кассеты вообще? Ну, кассеты, да, кассеты, ей было такое старинное носить кассеты. При этом, театрное произведение на кассетах выглядели на коробке и в подруге. В общем, это было не очень удобно. Ну, и, соответственно, когда возник формат MP3, стало понятно, что можно записывать средний роман на одном диске, там, 12-13 часов. В общем, Сидяков рискнул и вошел в интернет с самого начала, оказалось, что данный перспективный, что развивается, что это долгосрочная тенденция. И, собственно, так вот, в 2002 году Сидяков, в 2001 году, в 2001 году, в 2002 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 году. Я вот зачитаю прямо на вопрос. Да. Дедушка живет в Недоруссии и пишет. Мне, прежде всего, интересно, как создается аудиокнига, кто делает выбор по поводу осуществления произведения и каким критерием при этом руководствуется. Успехом печатанной книги, а значит, потенциальным успехом аудио или какими-то другими. Кто выбирает чтеца и есть ли вообще такой выбор или руководствуется только незанятностью полного актера. То есть у нас и большая дискуссия по тому, что может ли женщина озвучивать книги, которые написаны от лица, так сказать, мужского пола. Вот, что, по мнению, лучше, выпустить два диска с высоким детрейтом или один с детрейтом пониже? Давайте, будет очень. Да, я просто весь вопрос зачитала, конечно. Так. Как создается аудиокнига? То есть, с чем Вы руководствуете сначала для выбора материала для осуществления? Понятно. У нас есть жанровые ниши, скажем так, в которых компания выпускает любые книги. И есть жанровые ниши, в которых компания намеренно не выпускает любые книги. Есть называемые бренд-менеджеры, которые, собственно, отвечают за выпуск публики книги. Это люди, должность которых, с одной стороны, чем-то похожа на должность редактора в издательстве, с другой стороны, у них очень много функций, которые связаны с продюсированием. Поэтому, как бы, ну, продюсирование обычно связано с видео, у нас, как бы, видео было. Но, как же, ну, есть продюсирование, собственно, как производство монограммы, связанное, так сказать, с сбором команды, обеспечиванием всего процесса, как бы, идеи, там, оформлением, в общем, всем, как бы, что связано с работой вот идеи, и все с ними, это, собственно, значит, и раньше. Вот вся эта работа, она несколько шире, чем работали дактор и обладатели. Ну, естественно. Вот, поэтому, в принципе, это такое умное внутреннее продюсирование. То есть это на их вкус и на их усмотрение или как-то обсчитывается, будет ли иметь успех вам дело книга или… Вот на что они ориентируются при выборе? Вот что интересно. Это зависит от жанра. Во-первых, в первую очередь профессионалы в тех жанрах, в которых они работают. То есть, во-первых, есть предложения их, исходя из, собственно, их компетенции. Во-вторых, есть маркетинговая информация о том, выходили или выходят, или будут выходить произведения в виде книг, там, впервые, либо снимаются и компетенцией, либо делаются какой-то, не знаю, постановкой, либо еще какое-то событие культурное, связанное с этим автором, либо с произведением. Это уже очень, думаю… И вычитываете дополнительный фактор для рассылки? Конечно. И смотрится и на тиражи, и на успешные, не успешные будут фильмы, и на состав актеров, если фильм снимается. Ибо, если эта книжка выходит, смотрится, какие были тиражи у этого автора или предыдущих, какое медиапродержку издательства планирует новинки и так далее, и так далее. То есть, все факторы, которые возможно собрать, они участвуют в принятии решения. Мне мало 200 тысяч права, наличие прав, которые можно, допустим, получить, или не в этом можно сделать, как получить? Ну, конечно, наши проект-менеджеры понимают, какие права нужно получить – малые крови, какие большие крови, которые какие – нереально. Поэтому на этапе возникновения идей – это нулевой уровень отсеивания. Если правости инъективно, принципиально, недоступны, значит, об этом просто не нужно. Ну, происходит невероятно. У нас еще, наверное, есть незапонимые книжки, которые можно пробовать. Ну, тут, как бы, такая вещь – невозможно заниматься всем сразу хорошо. Ну, вообще-то да. То есть, мы, например, несознательно отказались от развития жанра без литературы у себя, потому что есть ряд игроков на рынке обладающих, которые это превысило, и нам, как бы, ответить на это нечем. Поэтому мы создать на высотой плотной поле. У нас есть другие, там, ключевые компетенции, другие преимущества, другие жанры. Ну, современные литературы, например, как бы, пакет прав. Китайцев Эксмур, который я знал с одним из общей детей, естественно, открывает прямую и, так сказать, короткую дорогу к этим правам, и было бы странно не строить свою стратегию и не использовать эти права. Современные литературы…